Налоги на несуществующее имущество возникают из-за ошибок в информационных системах, заявили сегодня в Минфине. Дело в том, что держателем базы той или иной частной собственности является уполномоченный орган. Например, транспортные средства состоят на учете в органах дорожной полиции. Поэтому нестыковки в налоговых квитанциях лучше сверять с профильным ведомством, отметили эксперты. Помимо этого, первый вице-министр финансов сообщил об итогах налоговой амнистии в Казахстане. В ней приняли участие более 44 тысяч предпринимателей. Сумма уплаченных ими долгов составила свыше 18 миллиардов тенге. За это государство простило неплательщикам накопившиеся пени и штрафы в размере 6,5 миллиардов тенге. Наибольшее количество предпринимателей, воспользовавшихся налоговой амнистией, наблюдается в следующих областях и городах. Город Алматы – 6 513 субъектов малого и среднего бизнеса. Туркестанская область – 5 196 налогоплательщиков. Алматинская область – 5 054 налогоплательщиков. Город Нур-Султан – 3729 налогоплательщиков. Продолжение следует... Продолжение следует...